привет гонщики сегодня немного сделал обзор очень интересные гонки grand touring cup это чемпионат байрейсинге мультиклассовый в котором едут автомобили ford такие как ford mustang фальсваген джетто старая дизельная переднеприводная и понтяки понтяки кстати мы видим что некоторые господа на очень больших развалах едут собственно говоря чем интересна была гонка тем что было довольно таки напряженная борьба между четырьмя лидирующими гонщиками на протяжении 5 6 7 или 10 кругов сейчас точно уже не помню посмотрим по ходу дела вот борьба была очень плотный борьба был очень напряженный но при этом она была очень чистой то есть не было столкновений выбивание трассы и тому подобное заодно как примером можно рассмотреть довольно таки такие моменты как дайв бомб хорошо это или плохо ну и собственно говоря как тормозить мы посмотрим в плотной борьбе насколько должны и меняются соответственно точки торможения и тому подобное но начнем начаться квалификации квалификация собственно результаты и здесь была очень интересна в том плане есть неправильно финишные позиции да здесь финишные позиции сейчас уже указано сожалению но расскажу собственно говоря про саму квалификацию просто выиграл ее сладко иванов некий человек вот на собственно говоря вот в этом вот понтияки таком белое сине зеленом второе место занял я на автомобиле понтияк с раскраской сейчас мы сделаем поближе камеру раскраска никон ну вот третье место занял сердце сердце серджио руиз серджио руиз и на четвертом месте был дима иванов чем была запомнилась квалификация тем что я в общем-то довольно таки легко и просто установил быстрое время и квалификация уже заканчивалась собственно говоря ничто не предвещало беды я предполагал что я буду останусь на пол позиции но под конец квалификации златка иванов установил просто фееричное время значит мы видим у меня было время 104 359 дима 457 то есть такое довольно таки все были близкие результаты уроне сила 459 серджио руиза 410 все очень близко на в пределах одной десятой поместилась у нас там четыре автомобиля и тут златка иванов выдал 103 664 то есть это почти на 7 десятых секунды быстрее чем собственно говоря мое время это было удивительно для меня так как невероятно невероятные для этой трассы для этого автомобиля трасса короткая как мы видим до круг за минуту ездить на понтиаке 04 за минуту едите на джейте да вот то есть это было феноменально я не очень поверил в это время потом собственно говоря в дальнейшем гонки даже не так но гонка расставила все по своим местам вот и так собственно говоря сейчас вот на кадре у нас на стоп-кадре то это старт первыми старт 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 гонки старт гонки и собственно грязным всего и начнем старт здесь дается сходу поэтому поэтому мы ехали какое-то количество кругов все другого и кругов полкруга друг за другом темп задавался естественно лидер этой гонки это был златка иванов на старт финиш напрямую для того чтобы во-первых а не приближаться к джетам который мид очень медленный на поворотах сделали зазор и собственно старт серджи руис он вырвался вперед серджи руис немножко подрезав меня первом повороте здесь все началось довольно плотно еще раз вернемся мотаем с чина переключена через камеру момент старт всегда сложный потому что а нельзя обогнать лидера до пересечения старт финишной прямой б собственно говоря нужно максимально ехать быстро в его темпе и следить за тем чтобы он не вырвался да там сильно вперед не проспать момент когда он нажимает на педаль газа ну собственно говоря мы оба проспали от момент что я что златка что я что златка и серджио руис как мы сейчас увидим он вырвется вперед переключился на камеру дима иванова такой замечательный автомобиль с кирбом нашим российским с забивакой готовимся к чемпионату мира по футболу ракеты россии все дела ну по приколу раз красочка но вот вот старт собственно говоря опять же вот видим что и дима да он несколько лучше и раньше 100 стартует как бы по идее стараться опередить но дима правильно сделал он не стал этого делать лезть на рожон то что мог могла быть аварии завал в первом повороте с одной стороны с серджио руис он решил что как бы пожалуй выиграю гонку в первом повороте парень быстрый вопросов нет был момент для меня очень страшно то что он передо мной вылез скокпит это выглядело примерно в следующем образом сейчас непримерно сейчас включу скокпита но то есть мы все идем в ряд где-то слева от меня серджио руис вида конечно смещается но рановато для меня и торможение рановато было в общем-то ничего ситуацию справили тормозили страшного ничего не случилось но первый круг он всегда такой сложный с точки зрения напряжения потому как это сделал потому как нужно собраться пойти в темп сложность еще случается в том что у тебя едет джеты впереди которые медленные в поворотах нужно как-то вот держаться стараться за ними в плане что не врезаться у них но и и мы и вот вот вы ждать этот момент когда они отъедут чуть подальше вперед так честь камера включаем камеру дима иванова даже крабс крабс здесь мы видим что руиз в итоге завершил свою атаку здесь вот здесь что со златкой златка скажем так уже скорее очень быстро вошел в поворот и серджио пришлось немножко притормозить но серджио отыграл свое перед первым шпилькой вы даже не шпилька 90 градусный плодом скорее первая ошибка златка начинается борьба что опять же на первых кругах на это не самая лучшая затем можно было бы спокойненько ехать друг за дружкой не убивать резину беречь ее так сказать для последующей борьбы и там кругу на третьему уже атаковать если перед тебя человеке и значительно медленно спаду подаль едет все сразу после в общем-то первого круга стало понятно что господа златка и серджио медленнее моего темпа и но они меня сдерживали откровенно сдерживают я старался не атаковать держаться за ними соответственно приходит пришлось как бы пожертвовать темпом несколько было опасно это чем тем что собственно грязани и дима где за дидимы крабс как его крабсер собственно пушил до поджимали не то чтобы это там прям совсем совсем врезались нет они держали дистанцию и всегда были на готове опередить вот такая плотно раз вереница автомобилей но собственно не сдерживает меня я пытаюсь как-то ну как минимум вывести из равновесия я имею до психологического равновесия мат морального своих соперников впереди чтобы они начали больше нервничать больше крыса но естественно больше ошибались важный момент так посмотрим где за действиями златка и серджио злат серджио закрылся дабы не она отпустит нет 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 не это самое не упустить свою позицию 10 златка опять же очень быстро заходит и вырезается этот есть плохо плохой стиле вождения собственно говоря это замедляет златка и я к нему подобрался уже но очень близко из-за этих ошибки но вот так как они с тормозили закрыта траектория была пришлось тоже притормаживать и там за нами соответственно дима точно так же да ему пришлось перетормозить рискуя потерять место сзади как видно вот борьба очень плотно иногда из-за их действий из-за их ошибок приходилось ошибаться мне потому что там либо слишком рад затормаживали либо за траекторию выезжали понимаешь как бы задним умом о том что то что любая их ошибка может привести в ад к моему вылету вот поэтому поэтому приходилось чуть больше тормозить сейчас посмотрим по поводу так торможение дело заднем зеркале вида маячит но собственно лучший выход большая скорость торможу я обычно вот на участке где-то вот в этот момент вот начиная вот от этого поребрика примерно либо вот начиная от конца вот этой желтой проплешины травы некий маркер посмотрим приближение даже до ножи иногда было чуть позже но вот приходится собственно без того что соперник впереди знаешь что сейчас будет тормозить ты чуть-чуть заранее притормаживаешь сейчас будет момент обгона вот собственно говоря тут вот этот момент да прекрасное отображает правильный обгон и дайв бомб да в данном случае я совершил правильный корректный абсолютно обгон смотрим чем он отличается от дайв бомба это мы сейчас посмотрим сейчас посмотрим правильно дайв бомб будет чуть позже ну смотрите я выхожу будем смотреть правильно да с кокпитом да нет кокпитом собственно хоп выхожу на обгон нахожусь уже в базе его по крайней мере да это видно с кокпит автомобиля ну вот все собственно говоря все начинает тормозить в одном месте я уже все я уже здесь я внутри ну вот конечно если смотреть с чейза то наверное будет видно что на самом-то деле я еще далеко не в базе нахожусь далеко еще не в базе но по факту при виде из кабины ты уже находишься внутри вот это в общем то абсолютно нормальная практика ты уже здесь все об этом знает этот гонщик златко иванов что ему об этом параде сообщили да и он зеркала это видел прекрасно заранее не в момент собственно говоря когда он уже подлетает к повороту заходит на свою траекторию а заранее все это произошло и все я аккуратненько дальше я затормозил остался внутри поворота очень важный тоже момент да потому что опять же дайвбомб обычно заканчивается чем ты на последних порах пытаешься позже тормозить перетормаживать пытаешься соперника который идет в данном случае справа от тебя и зачастую из-за того что ты начал поздно тормозить ты промахиваешься поворотом и улетаешь прямо выбиваешь еще своего соперника это называется дайвбомб наиряй взрывай то есть ты нырнул внутрь поворота промахнулся мимо него и выбиваешь соперника своего вот здесь же как бы я точно знал точку торможения и то тормозил я раньше даже раньше обычного своего вот потому что сейчас тормозил где-то в районе отметки ой в районе отметки 50 вот а обычное торможение начинается ну вот где-то здесь вот где-то здесь вот с этой траектории идти справа с внешней ау все остался внутри и совершил обгон но дальше что делает златко иванов он пытается удержать свою позицию это помощь не на этом повороте вот нет не на этом повороте это будет значит будет чуть дальше потом покажу дайвбомб так включаем другую камеру сейчас будем набитать собственно говоря за борьбой четырех автомобилей впереди впереди серджио руис златко иванов который показал феноменальное время в квалификации сейчас уже находится на третьем месте то есть упустил сразу да первую вторую позицию вот дима от нас не отстает вот кстати тоже момент очень интересные важные которыми стоит наверное сказать все таки каждый гонщики и выбирает свою траекторию во время гонки нет такого что прямо одна есть единственная в каждом повороте есть поворот согласен на котором есть одна единственная траектория по которой можно ехать остальные траектории как бы ты по ним не будешь ехать будешь медленно очень точнее вот так вот что он проигрыш соответственно там еду все по одной траектории это важный момент потому что будучи ты находясь на траектории ты ее не обязан до меня для того чтобы кого-то кого-то пропустить ну вот во время борьбы но есть некоторые повороты вот как сейчас будет в котором несколько траекторий кто-то идет хуже кто-то идет шире собственно говоря у меня траектория она как мы видим да она чуть шире то есть я чуть позже торможение применяю шире захожу и вот видно да я уже все отпустил у меня тормоз уже не горит я планирую сейчас чуть-чуть довернуть вправо и уже на полным газом выходить значит на на следующий поворот а златка он наоборот он подлетел и вот он до сих пор все еще тормозит причем так внутрь влетает и на торможении пытается куда-то вот вот так вот заузится и у нас чуть не случилось столкновение собственно говоря вот к чему все это очень такой опасный момент ну вот переключаемся на златка чтобы четыре машины у нас попал все дальше златка не может мне не мог навязать мне борьбу отчасти отчасти собственно говоря вот сейчас вот вот он дайбом классический серджио руис тоже собственно говоря был не быстро уже в гонке и сдерживал меня сейчас включим с моего автомобиля с кокпита вид вот видим собственно говоря что после поворота я был быстрее серджио руиза соответственно я принял чуть левее чтобы ну чтобы гарантированно не не было на столкновение златка иванов ехал сзади меня сзади меня даже видно его в зеркало вот он полностью сзади где-то находится вот серджио тормозит я собственно говоря понимаю что вот этот поворот мы ту вайдом в два ряда не пройдем в любом случае моя траектория будет медленная я чуть-чуть приторможу и ныряю внутрь даже как внутрь здесь видно да вот с этой камеры что собственно говоря ну да внутрь ныряю вот не ожидая там увидеть уже потому что все я сконцентрирован на повороте и на торможении я сконцентрирован на торможении на повороте на том чтобы не испортить гонку не серджио руизу не себе вот все поворачиваем и в этот момент чувствует толчок с правой стороны вот где-то примерно в этот момент собственно говоря это было неожиданностью да то есть мы вот видим что я поворачиваю и меня здесь все нет никого я там не могу уже видеть сконцентрирован ты на лишь одном на повороте на самом на сопернике впереди чтобы не ошибся ли он вот этим ты всем занят тебе некогда смотреть в зеркала да вот ну вот собственно говоря вот движение златка иванова в данном случае можно расценить как дайв-момб хотя тут конечно такой очень неявный пример неявный пример конечно он пытался залезть внутрь ну собственно там где не стоил так даже больше вот в общем пытается навязать борьбу за счет того что Серджио меня сдерживает но это ненадолго тем временем к нам подъехал подъехала одна из медленных джет медленных джет а Дима Иванов собственно говоря уже начинает навязывать борьбу с златкой ивановым потому что тот едет нестабильно резину уже перегрел пытаясь видимо бороться со мной и возможно еще из-за того что я не знаю может быть у него там развалы очень большие вот Дима Иванов подъехал к златкам и навязывать ему борьбу ну опять же это замедляет златка но при этом всем к ним подъехала джета которые напрямую то быстрее а в поворотах такая она топорная медленная ну вот вот это Дима лучший выход в этом повороте златка здесь знатно проигрывал все видите аккуратненько чистенько тут несмотря даже скажем так на Диме на ошибку то есть он перетормозил и чуть-чуть выкатился вперед тут даже это не то что там прямо Дима плохо ездит наоборот Дима едет очень хорошо очень качественно очень быстро вот но тут честь как бы златка Иванова да то есть он видит что у него соперник внутри он контролирует ситуацию контролирует своего соперника и делает движение все нету не делать он просто так ехал да интересный момент вот со стороны Дима Иванова немножко по-другому это все выглядело ну собственно говоря в целом без происшествий а дальше все вот вот златка здесь Диме деваться некуда по широкой здесь не проедешь пришлось его пропустить и тут уже джета была тоже ее пришлось пропустить таким образом она немножко разбила нас на группы смотрим дальше тут у нас да значит к тому моменту как подъехала джета обгоняла латка Иванова я уже вступил в борьбу с Руизом Серджио Руизом и я краем глаза видел что собственно говоря джета уже подъезжает и она в любой момент может вмешаться в борьбу между мной и Серджио хотя собственно говоря я как раз готовил атаку на Серджио и все ну вот здесь джета здесь вот джета с правой стороны кусочек показался ее вот мне пришлось несколько скинуть темп чтобы дать ей пройти себя тем самым обратно подъехал ко мне подъехал Дима который который кстати который прошел Златко Иваново сейчас мы глянем как это было замечательно вот собственно говоря вот это атака вот я пропускаю джету ну да что Златко просто медленно вышел благодаря а Дима наоборот очень хорошо сориентировался нырнул внутрь оказался внутри то есть на более выгодной позиции все здесь закрывает опять внутреннюю часть и обходит Златко Иван Златко окончательно еще Златко насколько я помню допускает ошибку допускает ошибку посмотрим все к Златко Иванову ну Дима Иванова и Златко Иванова замечательно просто хе ну да это его ошибка в том плане что он очень широко очень расширился на повороте и потерял скорость пришлось ему приторможивать вот тем временем джетто готовится обогнать Серджа то есть открывается мне путь по свободной на входе на входе первый поворот ошибся перетормозил точнее не дотормозил так вот немножко потерял скорость но остался в борьбе дима тем временем активно прессует сзади меня дима прессует крабсер алекс посмотрим на верху вот сюда собственно когда едешь за кем-то во-первых что делают обычно новички которые не так давно ездят в гонке они пытаются тормозить вот здесь небольшой контакт произошел но это такой однозначный момент потому что Серджио внутрь сильно закрылся с одной стороны мог это сделать с другой стороны вот случился контакт но благо это был там совсем копеечный конечно не повредил ничего ничего машина так вот что делают новички обычно они когда сзади едут они меняют свои точки торможения то есть если есть обычная точка торможения вот например вот здесь да то новичок следуя за впереди идущим автомобильным и вот например быстрее да он тормозит по стопорям обычно впереди идущего автомобиля если ты тормозишь по стоп фарам впереди идущего автомобиля ты непременно обязательно брежешься в этот впереди идущий автомобиль надо тормозить чуть раньше либо при отпускать газ заранее да чуть-чуть приотпустил увеличил немножко дистанцию потому что если ты чуть-чуть увеличить статус перед поворотом Ты ничего не потеряешь в дальнейшем, потому что самое важное, что не войти в поворот быстро, а выйти из поворота быстро. Выйти, да, slow in, fast out. Вот как сейчас, да, я приотпустил. Все, на выходе я быстрее его. На выходе уже никаких проблем нету, чтобы его обогнать. Единственное, что Pontiac машина медленная, обогнать его не получается, но... Кстати, вот тоже момент, я сейчас включу весь кокпита. Ну, едем, я знаю, что у меня справа соперник, я его не вижу. Но знаю точно, что он там есть. Я торможу, и я захожу широко. Да, по факту он был сзади меня, я мог нырнуть внутрь. Но я этого не знаю наверняка, поэтому... Чтобы не испортить гонку ни себе, ни ему... Я оставлял ему место. Кстати, всю эту гряду поворотов мы проехали ту-вайден. Сейчас мы это посмотрим. Вот, собственно, мы вошли в первый поворот. Вот он справа от меня, опять же, да. Он все время здесь находится. Мне приходится держать более широкую траекторию. Но в итоге я здесь оказался внутри и быстрее выхожу из этого поворота. Закрываюсь. Потому как в этой борьбе... А в борьбе ты скорость теряешь, да? Потому что ты где-то раньше тормозишь. Если ты широко идешь, все равно ты идешь медленнее. И ты идешь, и твой соперник идет медленнее. Чтобы удержаться на левой, либо правой стороне трассы. Вот. И за счет этого Дима прям вот вплотную приблизился ко мне. Точно так же вот на маневре справа. И влево ныряет. Здесь Сержу перетормаживает. Ныряет влево. Я ухожу влево, закрываясь с одной стороны от Димы. С одной стороны от Димы, да? Чтобы он не прошел меня. Защищая свою траекторию. И внутреннюю часть поворотом. Вот. А получается таким образом, что я Сержу прохожу в итоге. Сержу надеялся сразу, хоп, закрыть калитку от Димы. Но не тут-то было. Там уже Дима. Все. И Дима паровозиком проходит Сержу. Единственное, что вот здесь вот Дима мог быть немножечко пожестче. И пораньше нырнуть внутрь. Но ситуация ровно такая же. То есть ты когда едешь из кокпита, тебе не видно, собственно говоря. Особенно если ты уже машину чуть вперед обогнал. Где он там находится в конкретном автомобиле. Да, споттер кричит там. Либо справа он есть, либо справа его нет. Но споттер, он все равно задержка это все делает. Поэтому ты же помнишь, что автомобиль здесь. Ты оставляешь ему место. Все, а дальше здесь вот, собственно говоря, шире вышел. Скорость потерял, с одной стороны. С другой стороны и Сержу тоже. Скорость он немножечко сбавил. И Дима прекрасно выходит на второе место. Но все это сопровождалось следующими событиями. Сейчас посмотрим. Златка подъехал. Да. Златка подъехал. То есть он воспользовался всеми вот этими вот моментами. Вот здесь группа такая, да, у нас бы собралась. Он хоп, внутрь проскакивает. Обходит Алекса. Собственно, опять же, тот же самый момент, да, я закрываю внутрь от Димы. Тем самым за одной Диме даю возможность остаться внутри поворота. Сержу, соответственно, приходится, ну, не сладко, скажем так. Он шел по внешней, то есть теряет скорость. Здесь он тоже чуть-чуть теряет скорость. Все, Златка сейчас будет пушить. Оп, ну и все, и напрямую выходим. Златка, кстати, вроде очень неплохие были выходы. Плюс липстрим. Он здесь хоть не очень сильный, но на высоких скоростях он сказывается, сказывается. Все, Сержи ушел внутрь, закрывая траекторию свою внутреннюю. Ну, тут Сладка ныряет внутрь. Ну, так, не очень хороший, очень нехороший, пускал момент. Очень даже плохой маневр, вот так вот. Сержу пришлось притормозить, чтобы избежать аварии. Сладка был просто, ну, наглый. Просто был наглый. Сержи, соответственно, откатился на четвертый. Сладка отыграл третью позицию. А вот. Здесь мы подъехали. Ронни Сивл. Он был пятый в квалификации. Вот. Здесь Сержи. Посмотрим, сейчас борьба. Златка Иванова и Дима Иванова. Два Ивановых сражаются за второе место. Мне кажется, Дима очень широко проходил этот поворот. Недостаточной скоростью. Закрыл траекторию свою внутреннюю, остался внутри. А Златка здесь подвела его тактика, конечно. И поздное торможение. Какое-то странное, недостаточное. И это он вылетает за пределы трассы. Машину заносит. И они Сержио вдруг груду врезаются. Златка довольно-таки сильно повреждается в автомобиль. Посмотрим. Прямо это. Колесо здесь повреждено. Да. Неприятный момент очень. И Сержио Руис тоже у него в автомобиле поврежден. Не так сильно, но повреждение имеется. Это сказалось на его последующей скорости. В общем-то, два соперника. Златка Иванов, имею ввиду, и Сержио Руис. Выбали из борьбы за лидерство. Собственно, до 12-му кругу. А дальше у нас была просто очень хорошая гонка. У меня оборонительная. У Димы атакующая. На протяжении оставшихся 20-ти, по-моему, 5-ти кругов. Собственно говоря, ничего такого не происходило. Дима особо не атаковал, чтобы не испортить мне гонку. С одной стороны. С другой стороны. Я старался защищаться. Сейчас отмотаю до конца. И обязательно покажу. Эпик фейл. Потому что мы же члены команды Wild Denimal Russia. И без эпик фейлов мы просто никак не можем. Собственно говоря, вот на этот момент, в начале этого круга, 23-го, показали белый флаг. То есть, приближаясь к финишу, я был абсолютно уверен, что все, гонка закончилась. Даже позволил себе заработать один инк, пожадничав в скорости. Значит, чтобы наверняка, так сказать, Дима меня не обошел. Все спокойненько притормаживаю и паркуюсь. Собственно говоря, сейчас налево. А Дима тем временем поехал как бы почетно круг проезжать. И тут я рассказываю слова. Значит, благодарю всех за гонку. Все, кто ехал с нами, там, Златко. Серджи Руизу. В общем, всех благодарю. Там какие-то, у нас какое-то происходит общение. И тут парень, вот, Свентлута. Это такой известный, довольно-таки, в Айресинге быстрый гонщик. Говорит, мол, что ты радуешься, парень? Гонка еще нифига не закончилась. У тебя еще один круг. И я такой, что? Мамма миа, срочно. Там, кстати, человек тоже. А, вот, кстати, видимо, именно по этой самой причине. Сейчас мы, кто это у нас? А, Силлл в девятой позиции. Может быть, он, конечно, и финишировал. Ну, вот. Я там просто в шоке, как так гонка не закончилась. Все пропало. Ну, вот. В ужасе бросился, заканчивая, соответственно, гонка. Ну, и тем самым я потерял первую позицию. Вот таким наиглупейшим образом. Наиглупейшим образом. Дима тоже, между прочим, не был в курсе того, что уже гонка... А, точнее, что гонка еще не завершилась на тот момент. Мне казалось, что вот на момент финиша... Крапсер меня... Да, он, по идее, меня обогнал. Но каким-то образом он, видимо, не доехал в свою гонку, что ли. И... Ну, видимо, он едет, пересекает финишную черту. То есть, ну, это уже все однозначно. Потому что здесь точно уже горел клетчатый флаг. Вот. Но в итоге он оказывается не вторым, как должен был быть, а третьим. Непонятки. А вот. Дальше что? Вернемся ко мне. Ну, а дальше что? Ну, а дальше просто я финиширую. Да, все. Я финиширую по идее третьим, но в итоге оказался вторым. В общем, это какой-то был глюк, мне кажется, айресинга. Потому что, ну, во-первых, в предыдущий раз должны были показать клетчатый флаг. И мне казалось даже, что его показали. Вот. Но это мог быть глюк. Ладно, у меня там его не показали. Но он должен был быть в любом случае. Потому что целый круг висел белый флаг. Даже больше. Вот. А вот почему Краспера не засчитали и поставили на третью позицию. Это вообще как бы непонятно. В общем, вот такая вот была интересная гонка. Понравилось? Ставьте лайки, напишите в комментах, что вам понравилось. Что такой формат чаще был, не чаще был и тому подобное. Все. Всем спасибо. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok